Лишний раз хочется напомнить, что те проблемы, которые в наших человеческих организмах вызывает пресловутый дельта-штамм, аденовирус, в первую очередь поражает состояние больших поясничных мышц. Это, в свою очередь, приводит к тому, что начинает страдать поясница, начинает страдать пояснично-крестцовый отдел, начинают формироваться новые виды, новые виды люмбоэшелгии. Хочу на это обратить ваше внимание. Если прежде люмбоэшелгии, насилие характер возрастной, то на сегодняшний день лишний раз наша приватная точка зрения доктора Картавенко в том, что именно вирусы являются основной причиной поражения кишечников, поражения тонкого и толстого кишечника, которые формируют крайне негативное состояние со стороны поясницы, в первую очередь, находит свое подтверждение. Ишиаз резко помолодел, люмбага резко помолодела. Подробно о том, как дельтавирус поражает позвоночник в целом, а поясницу в частности, мы будем говорить на нашем воскресном вебинаре и покажем вам упражнения, которые помогут вам избавиться или избавляться от этих состояний. Мутационная активность такого вируса, как COVID-19, крайне опасна тем, что в новой модификации вирусности, которая сейчас происходит, а именно это так называемый индийский или дельта-штамм, происходит поражение слизистых оболочек нашего организма. Все, что связано со слизистыми поверхностями, все, что защищает нас, начиная от конъюнктивы, заканчивая задним проходом, в первую очередь, будет поражаться именно дельтавирусом. И в связи с этим хочется обратить внимание, что, к сожалению, даже наши коллеги, доктора, не до конца понимают те процессы, которые проходят в каждом из отдельно органов, которые в той или иной степени формируют те или иные защитные механизмы, те или иные степени институций таких, как иммунитет и как адаптация. Для понимания вашего, поражение слизистой оболочки желудка будет, в первую очередь, отражаться на состоянии 12-перстной кишки. Поражение 12-перстной кишки будет отражаться на состоянии инжекционной, то есть всасывающей функции со стороны фатерова соска или сфинктера ОДИ, которые, в первую очередь, обеспечивают полноценное впрыскивание желчи и полноценное впрыскивание панкреатических соков. Как только эти инструменты, как только эти институты начинают разрушаться, происходит система так называемых органных запоров, органных замков. И открыть их зачастую бывает очень тяжело, потому что все системы, которые закладываются с молодых ногтей, все части поведения печени и желчного пузыря, в этом случае будут как раз таки выстреливать именно этими показаниями. То, что еще несколько лет назад, а если говорить хронологически, еще 5-7 лет назад проходило мимо нас, только пугало нас какими-то отзывками куриного гриппа или куриного вируса свинского или свиного гриппа или свиного вируса, на сегодняшний день приняли очень четкие очертания нарушения механизмов адаптации, очень четкие очертания разрушения самых главных органов, производящих гормоны, ферменты и пигменты. Это железы внутренней секреции. У нас таких желез много. В одном мозгу у нас находятся 3 железа гипофиз, гипоталамус, шишковидная железа. Дальше и больше. Пара щитовидной железы, щитовидная железа, молочные железы у женщин и так далее, так далее, так далее по списку. И все они напрочь связаны с тем, что они воспроизводят нас с вами, уважаемые коллеги. Именно гомо сапиенс орехтикус, виду такому биологическому, как человек прямоходящий, мы обязаны в первую очередь тем, что у нас сформировался свой институт достаточно уникальных гормонов, достаточно уникальных ферментов. Сегодня дельта штамм может легко похерить тему нашей биологической защиты. Отдельно на эти вопросы мы ответим и отдельно механизмы развития осложнений воздействия дельта штамма мы осветим на нашем ближайшем воскресе вебинаре. Милости просим. Ссылочка на этот вебинар в описании. Приходите, пожалуйста. Мы вас предупредим, а значит мы вас вооружим. И вместе с нами мы победим этот трик летущий дельта и то, что он породит потом. А мы ему не дадим это сделать.